В Омской области уже 7,5 тысяч человек заболели ОРВИ. Это лишь те, кто обратился к врачу. Однако по статистике 82% россиян предпочитают не брать больничный, а переносить простуду и даже грипп, как говорится, на ногах. Чем чревато такое трудолюбие, узнала Екатерина Хлем-Язьева. Учеба, работа, кашель, насморк и лихорадка. Никита Гончаров решил, что эти вещи несовместимы. При первых признаках болезни он отправился к врачу. Уйти на больничный для него – вопрос ответственности. В первую очередь задумался о том, чтобы не заразить своих коллег по работе и также одногруппников, учителей. И решил, что нужно бережно относиться к своему здоровью. Каждый год количество выписанных больничных листов в России сокращается на 10%. Люди предпочитают переносить недуг без отрыва от производства. Кто-то боится потерять деньги, кто-то, видимо, считает себя незаменимым. Однако такое рвение ослабленный организм не оценит. Иммунитет может дать сбой. И тогда ждите осложнений. Может быть пневмония, может быть острый танзелит, острые бронхиты, могут быть поражения нервной системы и так далее, и так далее. Причем тяжелые поражения, тяжелые пневмонии, которые достаточно тяжело лечатся. Так избегая недельного больничного, можно слечь на месяц, а заодно потянуть за собой коллег. У РВИ и особенно грипп очень заразны, потому грамотные руководители или доплачивают компенсацию за больничный, или отпускают человека на несколько дней без оформления бумаг. Лучше всего, если это эпидемия, то дать человеку проболеть, чтобы он не заразил. Мы говорим, давай ты будешь дома сидеть. Зачем ты сейчас с соплями тут сидишь вообще? Сиди дома, через интернет, вот тогда-тогда у нас по скайпу посовещаемся и все. Это идеальный вариант. Если в вашей компании другие правила и отлежаться без справки не разрешают, стоит подумать, как избежать заболевания. Мытье рук, проветривание, медицинские повязки помогают, но не всегда. Врачи уверяют, самая надежная мера профилактики гриппа – вакцинация. Такая прививка не защитит от болезней на 100%, зато подготовит иммунитет к борьбе с отдельными штаммами и поможет избежать осложнений. В Омской области уже привито более 350 тысяч человек. В первую очередь инъекция показана детям, медикам и соцработникам, а также студентам, пожилым людям и беременным женщинам. Однако пройти вакцинацию бесплатно может любой желающий в поликлинике по месту жительства. Сделать это лучше до 1 ноября. Екатерина Хлюмязева, Сергей Степанишин, Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.